С новостями к этому часу Лаура Жакупова. Здравствуйте. События из-за рубежа. Начну выпуск. До 95 возросло число жертв взрыва в Кабуле. Почти 160 человек получили ранения. Напомню, смертник на автомобиле подорвался у здания Национального директората безопасности Афганистана. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан». Есть ли среди погибших и раненых иностранцы, не уточняется. Зам. главы афганского МВД сообщил об аресте четверых человек, связанных с терактом. Я сидел в своем магазине, и тут прогремел мощный взрыв. Все окна разлетелись в дребезги. Я не понял сразу, что произошло. Группа вооруженных людей напала на военный лагерь в Мали. Погибли 14 человек, 17 раненые. Такие данные приводит рейтер. Атаке подвергся гарнизон в населенном пункте Сумпи. Произошедший инцидент уже назвали террористическим актом. Других подробностей у нас пока нет. Добавлю, что вооруженный конфликт в Мали разгорелся в начале 2012 года между правительственными войсками и боевиками различных группировок. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Казахстанские инициативы в Совете безопасности ООН должны способствовать укреплению мер доверия. В этом уверен экс-глава Международного договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Более 30 лет он служил в Российском генштабе и Министерстве обороны. Сейчас является ведущим экспертом по отношениям России и НАТО. По мнению военного политика, аналитика в период, когда доверие между ядерными державами достигло критического показателя, инициативы Казахстана должны быть услышаны всеми государствами и членами Совбеза ООН. Все инициативы президента Казахстана, их 6 пунктов, которые он озвучил, начиная с укрепления режима нераспространения и кончая укреплением мер доверия, они все политически выверенные, все очень разумные и все конструктивные. Сейчас мы опять вернулись, скажем так, ну по моей оценке это 60-е и 70-е годы, то есть ноль доверия. То есть доверие нужно опять выстраивать. Очень хорошее предложение президента Казахстана для укрепления доверия нужно заканчивать с разделением мира на военно-политические блоки. В Венесуэле из-за затянувшегося кризиса растет число детей, страдающих от недоедания. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. Если 9 лет назад случаев отставания в росте и весе среди несовершеннолетних было чуть более 3%, то сейчас показатель вырос до 15,5%. Несмотря на то, что местные власти помогают населению, этого недостаточно. Представители ЮНИСЕФ вновь призвали правительство Венесуэлы принять чрезвычайные меры для борьбы с недоеданием. На протяжении последних лет страна переживает острейший кризис. Он сопровождается стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в этом году рост потребительских цен в Венесуэле превысит 2300%. Ну и вновь о том, что происходит у нас в Казахстане. Без воды остались жители Толгара Алматинской области. Непогода внесла коррективы в систему водоснабжения. Основной источник воды – горная река – замерзла. Ледяные заторы затрудняют пропускную способность на водопроводных сетях. Сейчас на месте круглосуточно дежурят бригады коммунальных служб. Они устраняют проблему. И вот, как нам прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы Акимата Алматинской области Галамурат Жукель. В ККП Сулхобора проводятся круглосуточно-оперативные работы по устранению с высшей ситуацией. Здесь ситуация такова, что замерзает горная река, именно водоотвод через реку Толгарка. Там работают две бригады, которые ежечасно сменяют друг друга, так как погода холодная. Каждые 15 минут проводится мониторинг подачи воды. Вдоль реки Толгарка привлечены дополнительные силы и средства, это техника и люди. Они избивают искусственные плотины, созданные ледяными наростами. И в связи с этим уже определенное количество воды уже добавляется в русло реки. Ситуация находится на контроле. Врачи новой формации появятся на востоке нашей республики. Инженеров, медтехников, способных обслуживать новейшие рентгенаппараты и томографы, подготовят в техническом вузе Усть-Каменогорска. Подобной практики в казахстанской медицине еще не было. В будущее отечественной системы здравоохранения заглянул мой коллега Вячеслав Ветлугин. Сложнейшие хирургические операции доверят технике. Буквально через месяц в городской больнице Усть-Каменогорска откроют первый в Казахстане центр роботохирургии. Вот только отвечать за работу даже самых умных механизмов все равно будут люди. Поэтому врачей будущего подбирают уже сейчас. Хотим создать такую образовательную программу, чтобы этих специалистов подготовить в нашей области. Это впервые в Казахстане будет организовать. Для этого у нас проводится сотрудничество с другими странами, такими как Россия, Германия, Япония. В этом году в техническое перевооружение медучреждений области вложат рекордную по региональным меркам сумму в 24 миллиарда тенге. Обслуживание современного оборудования доверят отечественным медтехникам. В Казахстане их подготовят впервые. В Казахстане инженеры, способные обслуживать медицинское оборудование, очень востребованы. Сейчас наши клиники привлекают зарубежных медтехников. Думаю, скоро мы их заменим. Обучат казахстанских медтехников специалисты с международным опытом, ведущие инженеры Австрии и Беларуси. Во всех наших медучреждениях есть бюро технического обслуживания медтехники. Там, где его нет, дополнительно расширяется штат, чтобы подготовленные в вузах специалисты без работы не остались. Чтобы студенты детально разбирались во всем, им устроят стажировку прямо на заводах-изготовителях рентгенов и томографов. Вячеслав Фетлугин, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Беспилотная техника позволяет значительно сократить себестоимость земледелия, минимизируя человеческий фактор. Об этом в своем послании говорил президент. Его поддержали также международные эксперты. Они отмечают, что новые технологии, применяемые у нас в Казахстане, станут серьезным рывком в развитии агропромышленного комплекса страны. Беспилотная техника Между Астаной и Ташкентом Там расширяется туристическое сотрудничество. Это доказывает недавно запустившееся между странами автобусное сообщение. Это мнение председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Азиза Абдухакимова. За год прошлый Самарканд посетили 2,5 миллиона человек, и многие из них граждане нашей республики. Для того, чтобы развить туризм, Узбекистан намерен установить безвизовый режим для нескольких государств и усилить меры безопасности в своих городах. Но в целом в соседней стране насчитывается свыше 7300 культурных и исторических объектов. А в скором времени появятся новые зоны отдыха – Древняя Бухара и Самарканд-Сити. «Будут упрощены визовые процедуры. Кроме того, 40 стран также находятся в том списке, где будет упрощен визовый режим. Я думаю, эти меры являются одним из основных. Вторая работа, которую мы ведем – это транспортная инфраструктура. Это означает, что мы должны увеличить количество полетов, снизить тарифы на авиарейсы, создать новые возможности для приезда в Узбекистан. В том числе, мы, как потенциально видим, это железнодорожное сообщение, это автобусное сообщение. И вот, вы знаете, недавно даже с Казахстаном запустили автобус. Ярмарку вакансий для осужденных провели в Костанайской области. В колонии-поселении с отбывающими наказания встретились представители центра занятости, служб пробаций и руководители производственных предприятий. Расскажет моя коллега Наталья Строкова. Потенциальные работодатели провели собеседование с каждым соискателем Сергея Богданова в их числе. В колонии-поселении он меньше года. На ярмарке для него нашлась вакансия слесаря. Составил договор, подписал его. И с завтрашнего дня я выхожу на работу в качестве слесаря. Здесь в учреждении. На свободе мы уже в дальнейшем без работы не останемся. То есть нас бы как бы уже увидели и знают, что мы можем действительно работать. В колонии на поселении 182 человека. 70% из них трудоустроены. Часть работает на территории учреждения, в цехах по металлоизделиям и обработке дерева. Другие на выездных объектах. Приезжает автобус, их вывозят на объекты также. Они работают с 9 до 6 вечера. Также их обратно привозят сюда, в колонию-поселение. Как они освободятся с учреждения, мы готовы трудоустраивать на наших объектах в дальнейшем. Тех, кому доволе остались считанные дни, консультируют специалисты центра занятости. Осужденным готовы помочь не только с трудоустройством, но и с переобучением. У некоторых людей нет даже образования специальности, то, что они хотят обучиться специальности получить при необходимости, то, что можем направить их на трехмесячные курсы, чтобы они получили какую-нибудь специальность. Трудоустройство является первым шагом в ресоциализации осужденных после освобождения, что непримерно будет способствовать сокращению уровня уголовных правонарушений и преступлений. Из 30 участников ярмарки работу получила половина. Самыми востребованными оказались газоэлектросварщики, строители и плотники. Наталья Острок, Вермик Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. У повладарских зоозащитников появится своя современная штаб-квартира. Точнее, первый в Казахстане реабилитационный центр для животных, попавших в беду. Просторное здание с отдельными комнатами для карантинной зоны, вольерами, ветеринарным пунктом и отсеками для диких представителей флоры и фауны волонтерам купили спонсоры. Правда, здание пока пустует и требует небольшого ремонта, а потому приют пока ютится в старой постройке. Волонтеры совместно с ветеринарами уже проинспектировали будущий реабилитационный зооцентр. Салуат Тимрабала Тулы с подробностями. Серый, белый, пушистик. Все эти кошки оказались на улице по вине своих прежних хозяев. Больных, измученных и голодных их подобрали неравнодушные люди и передали волонтерам. Если одни уже выздоровели и привитые, то новенькие пока на карантине. Сейчас здесь их 8 штук. Хочу вам рассказать про рыжего. Он к нам попал с панкреатитом. У него желудок был забит костями. Он неделю буквально жил на одних только внутриянках. Он был худой вот такой. У него не было ни живота, ни мяса, ничего. Он даже стоять не мог. Кошек держат в помещении, которое волонтеры сами посменно отапливают дровами. А вот собаки живут на улице даже щенята, потому что нет условий. Проблеме создания адекватных условий для животных, попавших в беду в Павлодаре уже больше 20 лет. Неравнодушным людям, которые ухаживают за такими собаками и кошками, приходилось постоянно менять свою дислокацию. Последним пристанищем этого стихийного питомника стал этот вот заброшенный частный дом. Но скоро ситуация изменится. Благодаря поддержке городского общественного совета у волонтеров появится свой офис. В этом здании разместится первый в Казахстане реабилитационный центр для животных. Этот вопрос уже давно стоит. Вот и как бы надо его как-то решать благодаря все-таки общими усилиями и администрации, и городской, и областной. Нашли спонсоров. Благодаря спонсорам нашли здание, которое вот сегодня вы его видите, начинает его благоустраивать, обустраивать. Здесь в четыре раза больше здания, чем у нас было. Мы прям нарадоваться не можем, что мы будем работать наконец-то в комфортных, достойных условиях. Во-вторых, мы очень благодарны и признательны за помощь. Все-таки внимание обратили, все-таки слова с делами не разошлись и помогли. Общественники обещают помочь провести косметический ремонт здания. А вот спонсоры – оснастить его современными вольерами и другим инвентарем. Кстати, с сегодняшнего дня в Павлодаре запустили первое зоотакси. На такой машине владельцы питомцев могут возить их к ветеринару на выставки или соревнования. Из Павлодара Салова Цемербулатулы, Сама Таспанов и Алексей Мельницкий. Хабар 24. Известные французские и казахстанские музыканты встретились на сцене культурного центра в Актубе. Там в рамках специального проекта «Туранжер» впервые прошел концерт под названием «Париж Актубе» от Дюбюси до Жубановой. Французские инструменты, инструменталисты «Скрипач Юг Барсарелла» и вилончелист Готье Эрман накануне выступили на сцене «Астана-Опера», а сегодня порадовали актюбинских ценителей классической музыки. Гости из Франции выступили совместно с блистательными музыкантами – скрипачкой Халамказ Жумабаевой, альтисткой Толкын Килибаевой и пианисткой Гаухар Тазбергеновой. В концертной программе звучала музыка отечественных композиторов и произведения французских авторов. Интернациональный струнный квартет исполнил произведение номер один Газизы Жубановой, а также поэму Кенжибека Кумызбекова. По словам организаторов, участники концерта не могли не побывать на родине великих казахстанских композиторов. Произведения казахстанских композиторов стали для нас настоящим открытием. Это очень интересная и красивая музыка. После такого знакомства мы включили эти произведения в нашу программу, которую мы будем исполнять на концертах и фестивалях во Франции и за рубежом. Кроме того, большое счастье для нас работать на одной сцене с тремя выдающимися казахстанскими музыкантами нового поколения. Эта программа состоялась в Астане, и мы, услышав, что есть такой хороший проект, мы не могли просто оставаться в стороне и решили именно благодаря поддержке Акимата Актюбинской области организовать это выступление у нас в Актюбет. Мы надеемся, что такая программа, которая будет иметь продолжение, даст нам еще больше возможности пропагандировать казахстанскую культуру не только во Франции. Мы надеемся, что и в других сорубежных странах... И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Хорошего продолжения суток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова